Мы спускаемся в подвал и сегодня у нас с вами работа будет подвальная. Сейчас я зайду в одну комнату, вы ее увидите, и эхо пройдет. Ну а комната, о которой вы много слышали, я правда поставил тут дверь без вашего ведома, но прошу прощения. Тут в мечтах и планах у меня сделать парную, сделать мойку. Просто все потому, что в бане у нас не появится в ближайшие 3-5 лет из-за того, что важнее сейчас построить мастерские, построить гаражи. Ну и я просто финансово понимаю, что в данной ситуации это не такой уж и быстрый срок. Кому интересна тема по сауне, это предыдущий ролик. Давайте я оставлю, наверное, ссылку в описании или вот здесь в углу над видео, можете посмотреть. Сейчас я этот проект чуть-чуть приторможу, потому что сейчас важнее нам сделать спальни. Я заказал обои, они ко мне скоро приедут. И буквально в следующие видосы, наверное, уже начнется работа над обоями. После чего я подкоплю немного денег, а денег надо не так уж и немного на эту сауну. Там одна деревяшка только выходит 20 тысяч, не говоря уже о кафеле и так далее. Я хотел начать эти работы, но все уткнулось в кафель, потому что начинать надо с пола. Устанавливать сейчас бруски, двери, стены и так далее не вариант. Важно сделать сначала пол. А пол это уже тридцатка. Поэтому, друзья, сейчас вам расскажу немножечко про моё и моего сына увлечение бильярдом. В следующей серии начнем уже делать отделочки всякие разные. То есть, короче, у нас это зима, это зима отделок. А, и друзья, братцы, еще один момент. Я совершенно перестал вставлять в ролики это в виде рекламы, но медок-то наш есть, он еще есть. Вот эта вкусняшка вас ждет. Смотрите, какие высолы. Вот эти высолы – это показатель качества меда. То есть налет, почитайте в интернете, если интересно. И этот медок у меня еще есть. И я бы с удовольствием вам его отправлял. Поэтому заходите на сайт жарковский-мёд. Мёд через е, надо поправить, мед.рф. И я всем вам с удовольствием перед Новым годом отправлю медка. А вы этим самым можете сделать сладкие алтайские подарки своим родным, знакомым, близким, любимым и единственным. Есть еще немножечко такой вкуснейшей алтайской медовухи. Жарковский-мёд.рф. Заходите, друзья, выбирайте. Все, вам отправлю. Девчонки попадали, сейчас поправлю. Но мы начинаем. Так, возвращаясь к вопросу. Теперь смотрите. Вот здесь мы имеем бильярдный стол, который был куплен в бэушном состоянии. И мы с сыном запланировали его перетянуть еще два года назад. Мы приобрели ткань. У нас все для этого есть. Вот такой вот кошмар вы сейчас видите. В этом видосе вы увидите полностью преображение стола. Мне кажется, это интересно. Как минимум, просто для расширения кругозора. Все, поехали. КОНЕЦ 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 Идея. Смотри, что у меня есть еще. Давно хочу попробовать ДКГ 550. Это эксцентриковая сетевая. Я вообще ее взял для потолков. В подтверждении моих слов. Вон он уже гипсокартовый у меня лежит. И еще шахматный стол, который тоже будем скоро делать. Но это уже совсем другая история. Эксцентриковая, мне кажется, побыстрее будет это чистить, чем вот этим утюгом. Но не точно. Готовность за 30 секунд. Утюгом я гладил бы это все дольше. Все, под покраску готово. Сейчас на стену развешиваем. Женя лак привезет. И пройдемся. Мне осталось сделать 10 таких досок. Друзья, еще момент. Под видео ссылка на все игрушки, которые я показываю в своем выпуске. Что было решено, друзья. Лист, который у нас был основной, мы его оставляем без изменений. Он будет так же. Но тот лист, который я выпилил, он уже будет с тканью. То есть получается, что у нас рабочая поверхность бильярда 32 мм. Сейчас я его прикручиваю на родные места. Из плюсов первое. Ну, то, что будет ровнее. Два листа все-таки друг друга стянут лучше. И второе. Вот этих мест под саморезы мне не придется загрунтовывать. Тем самым не будет никакой погрешности на этих местах. То есть я просто положу следующий лист, а прикручу его 32-м саморезом из-под низа. И все. Вот такая вот мысль. Самое сложное впереди, это, братцы, вот эта вот работа. Это что-то нечто. Я даже не представляю, как это сделать. Наверное, проще обрезать ткань. Потому что снимать вот эти все заклепки я просто не представляю, как. Проще их, наверное, спилить. Субтитры сделал DimaTorzok Что я выявил вообще в работе, которую периодически делаю сам. Например, в жизни бильярд я не касался никогда. Первый раз сегодня с вами вместе перетягиваю ткань. Так вот, бояться не надо ничего. Ошибки закаляю. А если говорить о том, что каждую работу должен делать профессионал своего дела и так далее, то ничего в этой жизни не произойдет. Стол, когда разобрал и увидел, как сделали его на фабрике, я понял, что я сделаю точно в 100 раз лучше. Но вы увидите скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь подходим к углу. И здесь у нас самое интересное. Потому что нужно вот эту штуку обернуть. Это сложный процесс, но делается он не сложно. Так, мне нужен степлер, Женя. Сюда на бок. Вот и все, смотрите. Получился очень элегантный уголочек. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Итак, друзья мои, стол почти готов и радости моей нет предела. Еще по секрету скажу вам, что он является в большей степени подарком моему сыну, так как парень очень полюбил бильярдное дело и мне уже порой сложно за ним угнаться. Но также должен вам признаться, что серым кардиналом всей нашей постройки являлся никто иной, как крутейший лазерный уровень с ярким лучом, дальностью стрельбы до 30 метров от компании SIGMAN. Ссылка будет под видео в описании. Я уверен, вам будет очень интересно посмотреть небольшую распаковку данного девайса. Что мы имеем? Настраиваемую платформу, магнитная штукенция, вот это просто пушка, друзья. Я ей пользовался, мне она понравилась, эта вещь стоящая. И пожалуйста, все производители лазерных уровней, старайтесь класть такую планку с комплектами, которые вы продаете. Это очень полезное изобретение, я вам говорю, как строитель. А самое главное, друзья, этот бродяга очень яркий. Посмотрите сами. Вот честно, не знаю, полезность этого пульта, она, ну, такое себе удовольствие, так как обычно я настраиваю луч, которым буду пользоваться, до того момента, как приступлю к работе. Ну, есть и есть. Также в комплекте мы имеем прицельную планку и провод Type-C для зарядки. Теперь немножечко об органах управления. Индикатор включения устройства, индикатор работы батареи, кнопка для настройки яркости, окно фронтального вертикального лазера, окно дополнительного вертикального лазера V2 и горизонтальный лазер. Собственно, больше ничего здесь сложного и какого-то там незамысловатого нет. Сейчас мы настроим полотно. Отстреляли по центру и теперь идем по всему периметру стола. Ровно. О, а здесь нужно опускать аж 5 мм. Так, вот это поднимаем на 3 мм. Так, еще миллиметр. Все. Можно проверять шариками. И у нас осталась вот такая вот некрасивая штукенция. Конечно, вот эта полка всегда выигрывает почему-то. Стреляет, как робот. Я порой удивляюсь, как это он так забивает. Я причем ему даже самый кривой кий дал. И он кривым кием делает такие вещи, что я просто в шоке. Сейчас только подумал, кстати, это в копилочку тех комментариев, где зрители писали о том, что зачем нужен цокольный этаж? До бильярда ты не дойдешь как минимум еще лет 10-15. Друзья, здесь бильярд. В той комнате теннис. Там будет сауна, прачечная, бойлерная, овощехранилище. Осталось только просто губы накрасить тем, что мы наклеим обои. Все, вот тебе и цокольный этаж. Теплые полы, даже радиаторов нет, тут всегда тепло. Прикол в том, что летом, когда на улице жарко, здесь немножко прохладно. Рассказать-то я вот о чем хотел. Эта штука мне очень не нравится, и мы решили сделать новую. И делать мы будем на основе первого бильярда, на котором Никита научился играть. Вчера фрезернул доски, показывать, как я это делал, смысла нет. Покрасили в цвет бильярда. Собственно, сейчас я это все соберу в кучу. По-моему, будет прикольно. Просто для примера я посмотрел, сколько стоят такие киевницы дизайнерские. И цены идут в районе 30-40 тысяч только за нее. А мы соберем ее своими силами, и будет, я уверен, здорово. Продолжение следует... 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 все сын партия ты победил ну что ты молодец еще одну делаем мой чемпион друзья но как я могу подытожить этот выпуск мы сделали сыном бильярдный стол у нас все получилось сэкономив на этом наверное добрые 1015 точно я знаю что сейчас замечательные эксперты напишут что можно было проще купить новый в большей степени мы получили удовольствие от того что сделали это своими руками и каждый элемент этого бархата был пропитан нашей любовью и теплотой к нашему замечательному дому поэтому я всем рекомендую заниматься творчеством тем которые вы по душе поэтому братцы никого не слушайте ничего не бойтесь делайте как вы хотели как вы задумали и в конечном итоге те кто писали и говорили вам плохие вещи еще вам позавидуют мой друг тоже наблюдает за нашим каналом только через окно цокольного этажа за эти 9 почти 10 лет стройки через что только нам не пришлось пройти и в конечном итоге через терник звездам мы добились своего я сейчас стою на теплом полу в комфортных условиях с любимым увлечением рядом со мной с родными и близкими и общаясь через экран вот этого монитора с не чужими мне людьми это дорогого стоит ну и до скорых встреч увидимся с вами через неделю все пока пока